НИДУЧ Что-то там стилист Я каждый раз думаю, господи, сколько же много мы всего пишем Просто человек Гораздо лучше Алексей Житковский, Леш, привет Как твои дела, рассказывай Потрясающе все по-старому, ничего нового Вообще ничего новенького Я живу в таком постоянном Каком-то движении Что я не понимаю, что у меня новое Что у меня старое Вроде как-то ничего нового, а вроде столько всего нового В момент разговора могу Что-то сказать, а так Ну все как-то однотипно Слушай, ну ты переехал относительно Ну уже достаточно давно в Москву Год в августе будет Как тебе в Москве постоянно здесь жить И уже ты купил свою квартиру Мне жить здесь Сначала было сложно Ну потому что очень большой Ритм жизни Совершенно по-другому у людей выстроена Система Вообще существования На метр квадратный, скажем так То есть они Мобильные очень Я всю жизнь живу в Питере И я для меня Их темп немножечко Превышает мои возможности Скажем так Вот Поэтому Сейчас я уже привык Как-то год прошел очень быстро Он был какой-то сумбурный Всякие там съемки Какие-то постоянные Какие-то мероприятия Какие-то тусовки И как-то все это очень Достаточно быстро Прошло Я даже не понял сам Как год Так хоп И пролетел Собака у меня здесь появилась Вот Еще немаловажно Ей кстати говорят Какое сегодня число? Одиннадцатое Семнадцатого июля Ей будет уже год Жизнь в городе Тебя устраивает? Я знаю, что ты хочешь Переехать как вроде за город Да Я хочу переехать за город Жизнь в городе Меня устраивает Но я поскольку Нахожусь в постоянном В каком-то творческом процессе Если можно так выразиться Иными словами В расп... Вот Я Знаешь Люблю готовить Вот приготовлю Мне впадло убирать Ничего не могу с собой сделать Могу готовить часами Вот убирать Вот не могу Вот это Не то, что Выше моих сил А просто Я никогда не делаю по жизни То, что мне не нравится Потому что я живу один раз И я не хочу заниматься тем Тем, что мне не нравится Понимаешь? Вот Мне нравится убираться Мне нужен человек Который постоянно будет со мной Двадцать четыре на семь Который будет Помогать мне В быту в хозяйстве То есть ты готов к себе Кого-то подселить Чтобы тебя кто-то жил Ну конечно, как у всех людей Я имею в виду У всех людей Типа семья, которая там Жена у него Ну да, как у людей Которые живут в домах Например Слушай, я хочу с тобой Начать разговор С понятия Вообще С принятия даже Себя Как принять себя Как Принять себя в жизни Потому что ты человек Который Выделяется Я не знаю Я не знаю Мне кажется Все зависит от Семьи В которой ты живешь Потому что Например Я вчера Слышал диалог Мамы с ребенком В магазине Которая сказала Ему фразу Сейчас вспомню дословно Ты видишь это у всех Типа С намеком на то Что То есть Если у всех Это нет Тебе это тоже Не надо И это настолько Была для меня Такая Я стою в магазине Настолько для меня Была такая Глупая Какая-то Совершенно Идиотическая Фраза Что я стою И думаю Господи Вот одним Вот таким Вот понимаешь Можно ребенку Дать крылья А можно их Совершенно так же Очень быстро Обломать Одним каким-то словом Действием Каким-то поступком И эти крылья Больше не вырастут И Вот то Что она так сказала Она как бы Своему ребенку Уже навязала В голове Что малыш Вот этот вот Совсем маленький Примежуток времени В магазине В продуктовом Казалось бы Такой простой Но он Настолько Повлияет на него В дальнейшем И он настолько Запомнит Что если Этого нет у всех То тебе это и не надо Что Он будет постоянно Равняться на всех И по итогу Возможно Когда он захочет Сделать себе Какую-нибудь татуировку Или знаешь Там ну Как-то выделиться Он подумает Ну так все Так не ходят И все так не делают Соответственно Зачем И он всю жизнь Вот так вот и проживет Понимаешь В своих мечтах В своих каких-то Розовых реалиях Реальностях В своей голове Да Но никак Не в настоящей жизни Да Не в физическом И вот зачем Так говорить Ну в каком плане Почему твой ребенок Должен Каждый человек Это индивид Почему он должен Равняться на кого-то Зачем Почему он не может Сам из себя Вырасти Каким-то Определенным Да Уникальным Назовем так Персонажем Почему нужно быть Обязательно Как все Зачем Это делать Если тебе Комфортно Быть Как все Будь Если тебе Некомфортно Не будь У нас есть Право Выбора Мы живем Один раз И всегда Об этом Говорю Поэтому С позиции Принятия себя Все зависит От того Какие тебя Окружают Родители Что они тебе В голову Вдалбливают Но у тебя Получается Не было Такого Вот как В ситуации С этим Мальчиком У меня Не было Такого И слава богу И дай бог Чтобы у всех Были такие родители Как у меня Которым Дети Благодарны Они вырастают Потом мне говорят Это из-за тебя У меня ничего Не получилось Это из-за тебя Я работаю На работе Это из-за тебя Я мало Получаю Слушай Но вот в твоей ситуации Я смотрел Твое какое-то интервью И ты говорил Что Родители твои Все-таки У тебя было Такое Знаешь Ты был И соответственно Поэтому у тебя Появился такой образ Нет У меня образ Появился Не для того Чтобы на меня Обратили внимание Я делаю то Что мне нравится Я давно уже Совершеннолетний Что ты думаешь Ну понятное дело Потому что твой образ Классный Поэтому как бы Ты нащупал его Тогда И ты просто Его развиваешь Мой образ на грани То есть он как бы Возможно Не для всех понятен Но я никому Никогда ничего Не навязываю Я не говорю Всем надо выглядеть Вот так вот Или надо выглядеть Вот так вот Нет Я живу Как мне комфортно Как я себя чувствую Я не пытаюсь Привлечь ничего Внимания Не пытаюсь Сделать так Чтобы за мной Следовали толпы людей Говорили Мы хотим быть Как он С этой корешечкой Понимаешь Со своей С земличиком Наколотым Нет Я не стремлюсь Совершенно этого делать Я на четких гранях Я понимаю Что мы живем В обществе Которое Достаточно Четко Воспитанное И образованное И что Если поначалу Ко мне Какая-то негативная Реакция То потом Когда люди узнают Меня ближе Я имею ввиду Совершенно разные И взрослые И помоложе И неважно Совершенно по-другому Ко мне начинаются отношения И это нормально Ну все равно Встречают По одежке Понимаешь Ну понятно А что должно Произойти Чтоб ты поменял Этот стиль Вот свой образ Ничего не должно Произойти Мне нравится Ты можешь Ты можешь представить Это уже Это уже как Собственное Перевоспитание То есть Можно воспитать Ребенка До шести лет Он все закладывает Вот все Что происходит В семье Та атмосфера В которой он находится Психологические процессы Которые ведутся Да У него в голове То что он видит И потребляет До шести лет Возможно После шести лет Это уже бесполезная история Потому что Сформировавшийся человечек Да Как мужчину Например перевоспитать Многие дамы Когда выходят замуж Перевоспитаем Ничего подобного Никто перевоспитываться Не будет Уже все Люди сформировали Свои привычки Свои истории Как у меня Я просыпаюсь Сразу мейкап Хоп Морим билайк Проснулись Трудоброе Если бодрое Понимаешь Выходить из зоны комфорта Это не всегда правильно Если у тебя есть Эта зона комфорта Зачем из нее выходить Если ты живешь в квартире Зачем тебе жить на улице Ну то есть Ты понимаешь Ну это типа Абсурдно Поэтому из зоны комфорта Выходить Пока она у меня есть Я не планирую Это вот то же самое Как пример с богатством И бедностью Понимаешь Это типа странно Про деньги хочу с тобой поговорить Так Потому что ты очень часто Разговариваешь Ну ведешь сторис И говоришь Там людям отвечаешь На вопросы Про какой-то заработок И ты можешь как-то пошутить Очень Знаешь Как-то Ну я бы подумал Вот если бы я тебя увидел впервые Обидно Потому что ты иногда можешь сказать Ну если ты никогда не покупал вот это Не покупай Сиди у себя дома В этой своей однокомнатной квартире Я никогда Я никогда не оскорбляю никого По признаку достатка Это Это мое Типа Нет Я никогда не говорю даже цены Знаешь У меня случай был У меня был случай Клянусь Ну для меня Со мной надеюсь Да Ну не у меня лично У меня подружка Она Ее Ее обидела Твоя сторис Один раз Она говорит Блин Я его так сильно люблю Она отписалась Правда через неделю подписалась Я потом проверил Хотя говорил Что не подписывалась Она говорит Ну наверное случайно Значит ты как-то пошутил Опять же таки Про какой-то там достаток Людей Или что-то такое Ее это так сильно цепануло Слушай Ну подожди Пошутил Ты можешь сказать мне дословно Если я только пошути Сейчас люди мне начнут Ты понимаешь Начнут думать Что я там пошутил Я тебе могу сказать так На тему достатка Никого и ничего Я никогда не шучу Я всегда Даже когда Я Иду в какие-то магазины Как я называю Магазины для богатых Вот Я никогда Это разделение Какое-то хотя бы Ну потому что Это правда Магазины для богатых Я всегда так шучу Я говорю Сейчас мы зайдем в магаз Для богатых Купим на пару миллиардов Ну как вы понимаешь Для меня это смешно Моя аудитория Всегда мне пишет Леш Претендуешь? Соответствую Чему ты удивляешься? Едешь на хорошей машине Не удивляешься тому Что там все дорого стоит И они правы И никто мне никогда не пишет о том Что там типа Ну ты говноед Типа Зачем ты это Нет Все понимают Что я это делаю Не с позиции того Что посмотрите А ты кстати По каким магазинам скучаешь Из которых вот у нас Сейчас нету Я не скучаю ни по каким Потому что у меня есть Байеры С ВНЖ Мне могут привезти Любую вещь Я никогда не Ну я имел ввиду Вот там знаешь Зара Вот эти вот А Мы-то говорили Сейчас этот самый Пролюкс Сейчас мы ниже Плинтус Слушай По каким магазинам я скучаю Я на самом деле Единственное что для себя Не понимаю Ну когда вот все ушло Я не очень понимаю Где теперь покупать Себе всякие там знаешь Ну там Зайти например там В какой-нибудь Какую-нибудь там Зару Быстренько купить Хоп-хоп Разбавить Какой-нибудь сумочкой Дорогущей Колечечки И все И ты как будто бы Уже не Зара А как будто бы Ты уже понимаешь Из Зенни Рмагелинда Слушай А скажи мне пожалуйста Вот какой Не должна быть девушка Чтобы понравиться парню Вот как ты думаешь Ну во-первых Мужикам никогда нельзя Говорить что их слова бред Никогда нельзя Обесценивать их слова Их это очень обижает Во-вторых А то есть надо совсем соглашаться? Нет Не надо совсем соглашаться Нужно просто А как аккуратно сказать? Ну Что это бред? Ну аккуратно конечно Это очень сложно сказать Но просто нужно Так из***ться Чтобы знаешь Вот он по прямой идет А ты вот так вот Его хоба здесь Огибаешь И вот здесь вот Ой я тебя здесь уже жду Вот Ну понимаешь Нужно Вот Бред нельзя никогда говорить Обесценивать слова Никогда нельзя Отказываться от помощи Там да Что типа Если тебе предлагают помочь Потому что можно просто Эту помощь потом по итогу Обесценить И Убрать полностью желание Вот Какой девушка не должна быть Слушай У всех разное Кто-то любит Телеконовых Понимаешь Кто-то любит Мышек серых Невзрачных Неприметных У всех все по-разному Нет такого определенного Есть определенный Психотип общения Но он опять же Понимаешь На каждый товар Свой купец И нет такого Что вот Вот это точно понравится А это точно не понравится Поэтому нет такого А почему вот Многие девушки В особенности девушки То есть парнями такого нет А очень себя недолюбливают Вот в чем причина Ну потому что Это навязано все Разумеется Это все К тому же мы возвращаемся Глянцем А это глянцем Конечно А никак это из семьи не идет Не любовь к себе Да Но бывают конечно Семьи в которых Прямо говорят о том Что ты страшненькая Я всегда своим сестрам Говорю девочке Будете страшненькими Подправим Ничего страшного Ну как бы в целом Здесь подкачаем Тут уберем Ничего страшного В этом нет Если вас будет это Разумеется смущать А если вас не будет смущать Живите и радуйтесь Вот Поэтому у нас Такого в семье нет Хочешь что-то сделать Сделай В чем проблема А сестры уже как-то На что-то претендуют Чтобы что-то себе исправить Или что-то поменять Нет нет Или просто ты уже на будущее В теле Нет я всегда говорю Мы всегда Всегда с ними Кoneх обсуждаем Девочки Чего это будет не нравиться Никогда нет Никакой проблемы Все это сделать У нас отличные хирурги У нас пожалуй Самые лучшие хирурги Ну не побоюсь этого слова И косметологи У нас самые лучшие У нас самые лучшие косметологи Потому что нигде Ни в одной стране мира Нет того Что делают у нас Ты в себе Что-то хочешь еще исправить Я знаю Что ты делал нос Да, я делал нос, у меня 3D-пластика сделана. А 3D-пластика это что такое? Так, здесь, потому что у меня объема вообще в лице не было, а сейчас уже у меня жирный... Ну ничего, я не расстраиваюсь. Надо будет уже скоро наобратно, тогда это все. Нет. Уже поздно. Уже столько всего сделано, что уже поздно. Что планируешь себе еще делать? Я ничего пока не планирую, возможно, брови подниму чуть-чуть, капельку, височный липсинг. Все. А тебя не пугает, что, допустим, в дальнейшем, когда ты уже будешь взрослым, стареньким, что это потом может уже как-то все очень... Ты знаешь, у нас настолько сильно модернизируется каждый раз... Таисия Павали будет такая, знаешь. Таисия Павали? Да. А Таисия Павали очень хорошо выглядит, зачем ты такая... Ну, которая, понимаешь, которая постоянно... Которая вот здесь вот филеры уже 25 лет вот здесь стоят, и она их не может убрать уже вообще никак. Слушай, Таисия Павали для своего возраста очень хорошо выглядит. Она хорошо выглядит, но она некомфортно себя чувствует, потому что ей это мешает. Она это говорила? Да, 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 я смотрел. Таисия Павали, ну, успокойся, господи. Все уйдет когда-нибудь. Тут же, понимаешь, тут же дело вот не только что красиво, тут дело, чтобы тебе еще было комфортно и удобно. Ну, мне комфортно и удобно. Ну, а вдруг? Ну, иногда, конечно, тяжело улыбаться, потому что здесь объемчик. Но, слушай, мне комфортно и удобно. То, что у меня сделано, мне совершенно все устраивает меня. Для кого-то это может показаться жутким и ужасным. Но для кого-то, понимаешь, и для кого-то сиськи вот эти вот десятого размера порнушные, которые ложишься и стоят красиво, для кого-то нет. Понимаешь, у всех все по-разному. Поэтому восприятие разное, разный психотип. Всегда говорю, вот поэтому вот психотип разный. Вот, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне нравится. Я люблю вот, когда все так натянуто. Ну, не то, что неестественно, а когда все так вот... Слушай, давай вот от темы пластики перейдем к более деликатной теме, к сексу. А свой первый секс ты помнишь? Да, я помню свой первый секс. Я помню, но... Какой он был? Ну, такой. Ну, как бы... Да нет, ну... Ну, это относительно нормальный, но просто сейчас, вспоминая это, я думаю, на самом деле, что можно было бы как-то и получше. Вот. Но, слушай... Ну, ладно. Скажем, что это было для первого раза, это было нормально. Нормально. Сколько тебе было лет? Скажем, что было нормально. Ну, зачем открывать этот возраст? Может, кто-то скажет мало, может, кто-то скажет много, понимаешь? Ну, вон и согласие было. Оставим этот вопрос. Вопросы согласия. В каждых странах возраст согласия по-разному, поэтому... Поэтому оставим этот вопрос. Хорошо. Как ты думаешь, почему тогда изменяют мужчины? Вот мне интересно стало сейчас очень... Почему и мужчины? Женщины тоже изменяют? Ну, у нас почему-то складывается такой, знаешь, стереотип к мужчинам, что мужчины всегда изменяют. Мужчины все изменщики, мужчины любят погулять, а про девушек как-то замалчивают. Ну, нет, почему? Женщины тоже изменяют, просто по статистике это меньше. А почему мужчин-то изменяют? Ну, потому что их за*** бытовуха. Они не хотят, чтобы, понимаешь, рядом с ними всегда была эта фея, Фрейлина. Вот недавно совершенно в интернете появился слух про Юлика и Дашу Каплан. Я не знаю, кто это. Блогеры, которые развелись в итоге, у которых была свадьба месяц назад. Они были до этого шесть лет вместе. И через месяц после свадьбы он ей изменил. Свадьба все портит, я всегда об этом говорю. Он ей изменил, и они разошлись. Потому что свадьба всегда все портит, я всегда об этом говорю. Потому что ты, когда живешь в таких вот, знаешь, порхающих отношениях, где никто никому ничего не обязан, ты понимаешь, что ты в каждую минутку, в каждую секунду можешь... Это одно, тебе не хочется. А когда ты ставишь себе штамп в паспорт, когда тебе партнер, один из партнеров обязательно долбит в большинстве своем из-за какой-то, знаешь, легкой неуверенности в себе, что вдруг ты куда-то все-таки это самое. Конечно же, начинается ты должен, ты должна. Ты теперь моя жена, ты мой муж. Ты должен зарабатывать, ты должна убираться. Ты вот должна то, ты должен то. Все, хорошо выглядеть, то, все, пятое, десятое. Это все портит сразу же, моментально. Начинается быт. Вот после штампа в паспорт начинается быт. Поэтому я всегда говорю, лучше пожить, потом обвенчаться. Чем уже понимаешь, уже, ну, когда уже все долго... То есть для тебя идеальная история семьи, отношений. То есть это пожить долгое время и потом обвенчаться без каких-то росписей, без всего вот этого. Ну, потому что обвенчаться, это уже серьезно. Это уже там. Слушай, ну, есть же пары, которые обвенчались, а потом развенчались. Ну, это понятно. Ну, подожди, разные бывают ситуации. Много каких разных ситуаций можно привести. Бывает у всех все по-разному. Ну, понимаешь, бывает, поженились и умерли. Ну, тоже как бы... Главное, что в один день. В один день, да. Вот. Поэтому нет. Для меня идеально жить, сколько вы живете вместе, там, 15 лет, там, 20 лет. Потом раз, обвенчаться, потому что уже понятное дело, что вы уже друг другу притерлись. А когда ты вот это вот спешишь куда-то, что-то вот это вот обязательно нужно. Ну, вот это вот стоит, этот штамп в паспорте. Ну, и что вот он тебе дает? Ну, понятное дело, если у тебя питательный чел, разумеется, дает тебе возможность у него потом отнять. Но, опять же, не стоит забывать о том, что у каждого питательного чела есть свои связи. И ты как вот туда пришла, так ты оттуда... Или брачный договор. Ну, брачный договор, это, понимаешь, тоже такая очень деликатная тема, потому что, когда ты оформляешь брачный договор, ты уже, получается, изначально в чем-то можешь быть вообще не уверен потенциально. И это уже выглядит как, типа, знаешь, из серии, можно я у тебя поживу, но перепиши на меня квартиру. Ну, вот как-то вот так вот. Ну, то есть это странно. Вот, поэтому брачный договор, он даже еще больше все портит. А ты, кстати, как-то задумываешься уже? Или, может быть, не думаешь пока настолько далеко? А какой-то дальнейшей вот туда вот жизни? Что будет дальше? Нет, я живу по течению. Я никогда не люблю строить планы. Зачем строить планы, чтобы потом у них разочаровываться? Для чего? Я живу по течению вообще. То есть вот как сейчас? Вот как еду, вот я еду, и я еду. Все. Я не думаю, куда мне повернуть, что? Куда приеду, туда приеду. Зачем? Слушай, ну, смотря твои сторис, вообще можно сказать, что ты вообще ко всему, вот прям абсолютно ко всему так относишься. Но меня очень заинтересовал вопрос твоего хорошего взаимоотношения с алкоголем. То есть ты с ним не на вы, а на ты уже. Причем он как будто уже не друг, а брат. Ну, я люблю выпить, а что такого-то? Да, я тоже, кстати, люблю выпить. И я порой, у меня, знаешь, у меня подруга недавно одна пишет мне, Никит, как быстро восстановиться после похмелья? Ну, типа у меня похмелье, как быстро восстановиться? Я говорю, я не знаю, давай посмотрим историю Житковского. А ты удалил, ты там какие-то таблетки выставлял. Как, во-первых, можешь мне дать совет, как быстро прийти в себя после пьянки? Жирненького поесть. Жирненькое очень хорошо. Это, правда, очень плохо для печени, но в целом жирненького. Или этот энтеросгель перед, там, как ложишься спать, выпиваешь ложку прямо, ложишься спать, просыпаешься, он все впитывает, и тебе уже так полегче. Вообще суп куриный, жирненького, такого чего-нибудь. Не помогает. И, разумеется, прокапываться. Я это запомню. Я всегда прокапываюсь. Я пробовал, но мне что-то не помогло. Гиптральчики всякие, тыры-пыры. Пошел быстренько, 20 дней прокапался, и дальше в бой. Потому что печень тоже нужно уважать. Хоть она единственный орган, который саморегенерируется, но все равно она нуждается в уважении. Как-никак она фильтр всего. Слушай, ну, меня тут недавно поразила история твоя, как ты пьяный, проснулся дома в ванной, голый, и тебя, значит, разбудила домработница. Не знаю, как это произошло. Я, на самом деле, уже подумал сначала, что я потерял сознание, но потом я вспомнил, что нет. Я пришел домой, у меня всегда включены кондиционеры везде. Но когда я ложусь спать, разумеется, я выключаю. И у меня с утра, в 7 утра я просыпаюсь от жесткой духоты. И я пошел спать в ванну на пол. Прилег, у меня там такая древесинка, всегда холодненькая. Вот, и я прилег, так и очень приятно спал. Но я забыл, что она должна прийти. Ну вот, но она пришла, ну, ничего страшного, все бывает. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Мне опять же... Ну, а тебя, кстати, не пугают вот эти большие количества алкоголя? Вот ты никогда не задумывался... Слушай, Волков боится в лесу... Слушай, ну ты не задумывался никогда, типа, все, так, я больше не пью. У меня там первый стадий алкоголизма уже, наверное. Я больше не пью. Нет. У меня хоть вторая. Нет. Ты как часто пьешь? Я пью, могу выпить. Я могу в среду, и в пятницу, и в субботу. Я три раза в неделю могу спокойно выпить. Могу и четыре. В зависимости от случая. Что такого-то? Господи. Я этого не скрываю совершенно. Люди добрые, да? Да нет, я всегда просыпаюсь в адеквате в полном. Я просто не вижу смысла этого скрывать, потому что, ну что, мне понимаешь, у нас есть небезызвестные люди, которые без конца... Знаешь, это... Ой, я тут... Я там не... Потом их в итоге, понимаешь, палят сами же люди, которые подписаны не в адеквате в полном, там, шампанскими с... И над ними все, понимаешь, ржут и говорят. Вот пи***к или пи***к. Зачем? Я всегда говорю, да, я пью, мне нравится. Все, я никому это не навязываю. Хотите выпить, выпейте. Не хотите пить, не пейте. Свобода выбора и воли, Господи, прости. А если это вдруг в какой-то степени превращается в зависимость? Ну, у меня нет зависимости. Нету? То есть ты можешь спокойно сказать, я не хочу пить. Зависимость за что? Я уезжаю всегда, когда на отдых, все знают. Я и делаю это редко, но метко, я уезжаю, когда... Вот, например, я поеду на дачу, да, в Италию. Поеду туда, за границу. Я не буду пить там месяц. Спокойно совершенно. У меня детоксия всегда, когда за границей, я никогда не пью там. Я не вижу в этом смысла. Зачем мне там пить? Мне там не весело будет совершенно. Тусоваться на английском говорить? Ну, ничего, делать там, что ли? У меня всегда, знаешь, это... Господи. Спрашивают why? Ответь because. Спрашивают drink? Ответь of course. Понимаешь, это максимум, что я могу там сказать. Слушай, я хочу перейти к финансовой части. Ну? Сколько денег тратишь в месяц? Я не обсуждаю сумму. Вообще? Нет. Но это много, я так понимаю. Да. Что я тут недавно наткнулся... Вот мне просто интересно в соотношении с Егором Кридом. Егор Крид тут недавно сделал заявление, сказал, что он в месяц тратит. Как ты думаешь, сколько? Давай предположим. Не знаю, даже не буду предполагать. Ну вот, ну как ты думаешь? Ну вот давай предположим. Ну от миллиона и выше. Ну от миллиона и выше. Угу. 34. Ну интересно, на что Егор тратит 34, конечно. Ну здорово. Молодец, что он так много тратит. Я просто, ну видимо, у него какие-то свои бизнесы отдельные. Потому что я давно уже выступлений не видел у него никаких. Ну, может быть. Хотя он недавно выступал на... У него было день рождения Динамо там. Да. Да, да, да. Думаю, что оттуда это... Ну 34. Слушай, ну мне даже друзья олигархи не тратят. Нет, ну они, конечно, тратят, но у них там другие немножечко запросы. Такие, причем очень крупные. Но это много для тебя 34? В месяц? Да. Ну, конечно, много. На что тратить 3-4 миллиона в месяц? Вот Егор Крит тратит. Я себе, в принципе, ничего с чем не отказываю. Может, он футболки покупает на каждую минуту. Я не знаю. На что можно тратить 34 миллиона, честно. Ну для меня это как-то... Ну может быть, он тратит это в какую-то недвижку, в какую-то историю такую интересную. Ну просто не знаю. Но 34 миллиона это правда много. У меня есть люди, которые зарабатывают и больше денег в месяц. Да, но они столько не тратят, они вкладываются во что-то. Может быть, он имел в виду под вложениями 34 миллиона. Ну потому что, если он тратит какие-то шмотки, покупает, ну супер, ну какие это вещи. Ну Биркина, Крокодиловая, ну или что там он покупает, Семен. Ну по нему так не скажешь, что он такой одевает. Не знаю, мне казалось, что он такой достаточно мальчик, скромный. Ну как выяснилось, видишь, если он так рассказывает такие... Прямо ух, истории. Познакомиться. Значит, нам с ним, чтобы он тратил 34 миллиона. Егор, пиши! Ну 34 миллиона, конечно, много. Ты вот, кстати, после блокировки Инстаграма много денег потерял? Мало где-то было. Ну это вот относительно недавно у нас начали его блокировать. Ты... Я подумал, что ты про меня лично говоришь. Ну так я про тебя лично, да-да-да. Сейчас все люди вообще подумают, что я в вакууме. Когда это было? А что это было? Тогда мне работает? Слушай, я на тему своих доходов и расходов, я никогда ничего не говорю. Тише есть, дальше будешь. Счастье любит тишину. Я как отношения никогда не афиширую, так и это. Зачем? Кому это интересно? Люди, каждый, понимаешь, кто-то сидит в каком-нибудь маленьком городе, будет это смотреть, понимаешь, зарплаты там 25-30 тысяч рублей, еле сводить с концы с концами. И тут мы такие все на пальцах о том, что Егор Крид тратит 34 миллиона. Мы тут тратим там 3 миллиарда, понимаешь? И вопрос, какую реакцию мы хотим получить с аудиторией. Нет, я тут хочу не в суммах у тебя спросить, я хочу узнать, в принципе, ты что-то потерял вообще? Я ничего никогда не теряю. То есть у тебя все нормально, да? У меня все нормально. В плане Инстаграма, то есть у тебя реклама приходит. Мне интересно с точки зрения, как блогер, который начинал в Инстаграме, и это был основной, я так понимаю. Я быстренько переформатировал, смотри, Телеграм-канал. Один на 274 тысячи, второй на 150, третий на 131. У меня как бы никакой проблемы нету с переходом в социальные сети в разные. Ну и разумеется, ВКонтакте. А что там у тебя? Паблик. А у тебя свой паблик, и там ты тоже активно? Там 120 с чем-то. Я его не активно пиарю, но я туда вымещаю различные видюшки, приколюшки. Блогерам единственный выход дальше зарабатывать, это просто переходить на другие платформы, но не искать себя в чем-то другом, получать, знаешь, куда-то просто учесть блогинга. На мой взгляд, пострадали ютубовские блогеры очень сильно. Почему? Потому что те, кто уже ветераны такие, ютуба, они зарабатывают, конечно, монетизацией, зарабатывают большие деньги достаточно. Монетизацию у них отключили. Вот, и они, конечно, потеряли очень много денег, потому что у них шло, конечно, монетизация это все. И им сейчас приходится брать именно рекламу уже интегрированную. То есть, знаешь, раньше можно было сказать, ой, принеси, подойди, помешай, а сейчас уже нет. Сейчас уже нужно вот сесть и обязательно записать интеграшку. Вот. Ну, вот на мой взгляд, они много потеряли. Я знаю про магазин цветов, про твой, который мы вначале говорили. Ты сейчас, получается, занимаешься цветами. Да. То есть, оттуда у тебя идет еще заработок. И, ну... Я так понимаю, что ты сейчас планируешь... Цветы — это мое удовольствие. Я не создавал этот цветочный магазин для того, чтобы... Зарабатывать. Зарабатывать на этом какие-то миллиарды. Ну, в основном зарабатываешь. Ну, у меня есть крупные заказы на всякие различные оформления и так далее. А что-то еще в планах есть? Вот ты сейчас говорил... Открываться в Москве. А про косметику? А, про косметику, да. У меня... У папы есть связи в военно-медицинской академии. И там есть такие очень взрослые уже врачи, которые еще работают. Некоторые уже не работают. И они мне делают рецепты кремов. Ну, как они делают? Они знают составы, да, определенные. Уже на твою будущую компанию, на ферму. Да, они уже ему прислали их. Вот мы, когда с тобой сидели, разговаривали, он мне как раз на эту тему писал, что мне нужно набрать и поговорить. Тестировать на животных я ничего не буду. Потому что это против бога. Когда планируешь запускаться уже? Да. Я когда это сделаю? Это не быстрый процесс. Я не хочу делать, как все. Вот это вот, понимаешь? Все, мы взяли и... А то, что говно и люди прещаем, покрываются, вас потом... Стыхает? Нет, мы продолжаем. У нас все... Слушай, я знаю, что ты еще планируешь запускать свой подкаст. Что будет за подкаст? Такое интересно. Интересно знать? Да. Подкаст будет... Слушай, у нас там есть разная совершенно концепция. Я хочу сделать подкаст в таком стиле. А знаешь, в каком? Чтобы у меня сидел, например, психолог. И сидел, например, я. И тут человек с образованием, а я человек без образования. Мы со стороны... С... Высокого пьедестала психологии. В каком-то таком ключе обсуждать житейские проблемы, а может быть и нежитейские. Книга. Вот ты писал книгу. «Жизнь одна, подумай, а...» Когда будет вторая книга? Следующая. Второй пока не будет. Не задумываешься о том, что написать? Нет. Возможно, будет кулинарная. Так. Угу. И это будет... Это будет прям сборник. Твоих рецептов? Или вообще сборник всего? Моих. А как ты вообще пришел к тому, что ты вообще... Кстати, ты же постоянно готовишь. Ты даже вот вначале мне сказал, что у тебя будет... Когда дом, у тебя там будет женщина, она не будет только готовить. Как вообще... Я не люблю, когда мне готовят. Готовка в твою жизнь как пришла? Ну, потому что у меня были няни, у меня были помощники по дому у моих родителей, которые мне, наверное, бабушки, то же самое. И они тебя учили, и ты смотрел, как это все делать? Нет, они меня ничему не учили. Они мне готовили то, что мне не нравится. Всякие там котлеты на пару. И жрите это сами. Это все полезное. Мне это не нравится. Твое самое любимое блюдо какое? Я то, что вчера готовил. Моё любимое спагетти с морепродуктами. Я знаю, что у тебя есть шоу на телеканале «Суббота». Которое называется «Житковские штучки». Да, очень веселое название. Расскажи про шоу. Мы готовим с медийными личностями, звездами. Мы готовим с ними различного рода явства. Блюда. А ты придумываешь блюда, которые вы будете готовить? Да, я придумываю их. Мы проговариваем, встречаемся, проговариваем. Очень, на самом деле, непросто это все делается на телевидении, потому что там нужно обязательно проговорить полностью раскадровку. То есть это не просто ты приходишь ко мне и говоришь «Ну, давай!» И мы похуй... Нет, там проговаривается все четко. А есть какое-то блюдо, которое должна уметь готовить каждая женщина? По твоему мнению. Да я не знаю. Ой, ну я не знаю. Ну слушай, ну нет, ну вообще в принципе готовить было неплохо уметь, но в целом. Ну какое-то блюдо, знаешь, которое всегда, она должна вот одно точно... Никто никому ничего не должен. Ну вот хорошо, но... Что значит она должна? Ну в идеале. Ну в идеале... Ну хотя бы куриный суп умей сварганить. Ну первое, второе, ты компотный умей сделать. Господи, ничего такого там нет. Хочу сейчас спросить последний вопрос, который задаю почти каждому своему гостю. Ради чего ты сейчас живешь? Ты знаешь, наверное, чтобы дать своей маме достойную старость, ну которую она заслужила, наверное, для этого. Чтобы у нее все было, она ни в чем не нуждалась, чтобы она была в исключительном люксе, и другого она не заслуживает. Все. Я хочу, чтобы у нее прям все было максимально... Жирно. Понимаешь? Это здорово. А так, в принципе, ну только ради этого. Конечно. Ради чего еще? Она меня воспитала, родила. Что? Надо отдать... Понимаешь, сначала тебя родители поднимают на ноги, потом ты поднимаешь родителей на ноги. Это нормально. Поэтому, ну, чего уж тут говорить. Надо всегда давать дань, как говорится. И не потому, что я такой, понимаешь, пися бабочка здесь сижу, ой, я такой хороший. Нет, ну потому что это нормально, я всегда об этом говорю. Спасибо тебе большое. Было безумно приятно с тобой поговорить. Спасибо. Спасибо, мне тоже. Надеюсь, вам тоже будет приятно. Не дочь.